всем привет дорогие друзья вы на канале реальная беларусь и у нас сегодня интервью и на добрый день привет сазанович янина руководитель проекта по дианону силовиков каратели беларуси и просто хороший человек которого любит мама так она сама сказала но мы проверим расскажите себе кто вы я хороший человек главный главный человек в канале каратели беларуси который занимается дианоном также раньше я работала на черной книге беларуси который тоже занимается дианоном но на данный момент я ушла уже оттуда и конкретно занимаюсь только своим канал почему потому что немножко разошлись мнения и я поняла что мне наверное надо больше времени на то чтобы сосредоточиться и развивать что-то свое и продолжать заниматься дианоном наверно банальный вопрос как девушка попала в такую вот делюгу случайно случайно конкретно начала заниматься дианоном потому что в августе 2020 года я уже рассказывала я была в америке находилась и все мои близкие были в беларуси у меня был стабильный интернет и я решила ну а что я могу еще сделать могу 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 их и хочу и делаю вот и потом уже как-то закрутилась пошло-поехало я поняла что у меня просто нету какого-то морального права уходить просто вот бросить это хотя было и усталости недосып но да и вот вот так уже полтора года я не могу уйти не хочу уходить и буду до конца но многим непонятно и мне было допустим изначально непонятно как делается дианон это же на поверхности данные не лежат ну типа можно брать и раскидывать где-то ты их брала то есть как-то ты их получала как это все организовывалось как пришла идея это все организовать как это работать в самом начале когда у нас не было моих братьев кибер партизан это все присылали люди происходил research просто в интернете фотографии найти просто какую-то информацию работают там человек не работает человек то есть я просто сидела искала я была одна очень много информации перелопачивала вот потом уже через пару месяцев вот появились кибер партизаны которые самого начала достали какую-то небольшую небольшой объем информации потом с каждым месяцем объем информации от кибер партизан он все нарастал 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 на данный момент есть много очень информации и только были бы руки которые будут эту информацию обрабатывать вот и поэтому сейчас очень много информации которые надо публиковать просто вот брать и вот так вот переносить много людей интересуются по кибер партизанам это люди которые не светятся очевидно им пиар не нужен эти люди делают большую работу они знают друг друга кто они как они вот ты знаешь их лично лично я не знаю их но мы в очень хорошем с ними контакте для для них как младшая сестра не для меня как старшие братья вот да мы с ним с ними в хорошем контакте мы с ними постоянно на связи каждый день они какую-то информацию говорят что вот у нас сегодня будет такой-то слив подготовьте данные про него или вот у нас есть какой-то объем информации надо его прослушать вот посмотрите ли я у меня какой-то какой-то запрос может быть там вот мне надо найти вот список там как бы были ошибки были были в самом начале ошибки было несколько ошибок таких прям громких но к которым была одна ошибка очень громкая но который конкретно каратели беларуси канал не имеет отношения оправдываемся нет это не оправдание просто это действительно получилось так что черная книга беларуси я на тот момент еще там не работала черная книга беларуси опубликовала не ту девушку кристину валуйскую як ну да кристина ее звали но это на самом деле была карина и они перепутали они публиковали и и по всем каналам начало это передаваться и девушка там записывала видео и все начали писать на каратели беларуси о том что это не та девушка а я даже если отмотать ну как бы посты назад у меня там есть наверное постов 5 о том что ребят пожалуйста не пишите мне про это я знаю что это не та девушка каратели беларуси не имеют отношения к этому как бы дианонс ну я тоже думал что это один и тот же проект нет это разные проекты каратели беларуси появились раньше и и это грубо говоря один вот сейчас у меня есть команда сейчас этому в команде черная книга беларуси это изначально как бы создалось с несколькими людьми то есть это со проект или это отдельный совершенно проект каратели беларуси черная книга беларуси они два параллельных проекта которых разная политика по постам то есть например у каратели беларуси и этом ну как бы мое ждение что на данный момент уже прошел прошло полтора года все кто хотел уйти все кто хотел сказать о том что я не виновен они это сделали а те кто продолжает работать и как бы молчаливо грубо говоря поддерживать это не грубо говоря вы молчаливо поддерживаете режим вы винтики в этой системе и поэтому каждый кто сейчас работает на режим в милиции в судах где еще можно работать в каких-то госструктурах которые прессуют обычных людей каждый этот человек он виновен безусловно он согласился с этим зверством которые они да он согласился и он продолжает закручивать вот эту вот машину как бы дальше поэтому да на карателях беларуси постятся все работники режима отлично никакой цензуры скажи пожалуйста пишут ли сами каратели пытаются ли обмануть исказить рассказать что это не я я вообще тут белый пушистые вообще уберите меня просто я больше так не буду а да есть есть такие которые пишут самом начале вообще когда я только была мода зеленый в августе когда я не ну не знала как как с кем я работаю пошла такая прям волна повальная типа мы опубликуем кого-то и человек сразу пись вообще-то я уволился и прикладывает листик а4 который ну как бы этим листиком можно просто ну да вот это очень правильно сказано я вначале я не понимала как бы что делать как бы я просила при ну пришлите мне трудовую пришлите мне военный билет люди сливались сразу же потом мне уже еще один человек написал который как бы в системе был но ушел он сказал вообще-то повально начали всем штамповать такие письма а на а4 просто там типа подписано ручкой какой-то не гербовая печать а просто там какая-то плюнули целая система целая система была о том чтобы люди присылали вот мне и чтобы их удаляли но как жаль что я принципиально я никого не удалял вообще были случаи те которые не опубликованы после опубликования после публикации данных мусоров горели квартиры горели двери или там срал кто-нибудь под дверью да я думаю я не думаю вот было было же в новостях и что срали в портфель и что окна разбивали и самое главное я считаю в этом дианоне это это социальное давление которое оказывается на всех вот этих покемонов когда соседи с ними не здороваются когда люди переходят на другую сторону улицы когда они уходя с работы не прячут свою форму как можно дальше чтобы никто вообще не увидел что они хоть как-то связаны с этим это очень круто это вообще прям ну вот как ты оценишь последнее время пропаганда довольно длительное уже время пропаганда пытается их отбелить карпенков совсем недавно вообще сказал что это ангелы 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 выплате господи ребят я простите пожалуйста я не знала что вы такие ангелы ну то есть я вам не верю как говорит станиславский я не верю карпенкову и вообще в принципе слушать пропаганду читать какую-то их сторону вообще туда погружаться это я считаю лишние траты времени то есть этого делать не нужно они сами себе не то могут об стенки биться в истерике что вот да мы там они мы мы хорошие мы ничего плохого не делали хорошо на суде потом в свободной беларуси вы скажете как вы какими вы были хорошими как вы ничего не делали у меня вопрос что касается ответственности ты готова брать на себя ту ответственность которую ты берешь в общем-то на себя по поводу публикации тех или иных лиц конечно я несу полную ответственность за публикуемые данные я несу полную ответственность за канал каратели беларуси и я готова нести и продолжать нести эту ответственность и готова отвечать за это но в нормальной свободной беларуси как ты думаешь если там в системе люди которые готовы быть на нашей стране оставаясь в системе я говорил с байполом они говорят о том что есть люди на нашей стороне но которые продолжают работать на систему по тем или иным причинам возможно они засланцы с нашей стороны возможно у них кредиты как они говорят ну возможно много чего ты знаешь о них ты их не публикуешь как это работает вы как-то согласовываете этот вопрос как это работает я точно знаю что такие люди есть они есть но наверное для того чтобы их не внутри их не раскрыли они понимают что лучше их опубликовать и что они не будут как бы светиться скажем так и потому что но это будет странно если я говорю о том что я публикую всех но тут в руках кого-то не опублика не опубликую то есть публикуются те люди которые на нашей стороне так скорее дачам нет понимаешь да тонкую грань который меня интересует как это работает вы как-то обсуждаете это вы как-то договариваетесь бывает бывает обсуждение ты имеешь ввиду с байполом бывает бывает обсуждение но в таком формате просто как подаем информацию или подаем не то что как подаем информацию просто как бы вот этот наверное вот он так то а вот этот вот вот так много-много ну я не могу сказать что каждый 2 нет но достаточно достаточно ну то есть это радует на самом деле да конечно это радует да блин да все понимают что режиму ну как бы он сам себя скоро изнутри сожрет просто многие боятся и я ни в коем случае не осуждаю никого кто боится и я в тем более никого не осуждаю сейчас беларуси кто там не выходит или не показывает свой против ну как бы а что ты будешь делать ты будешь сидеть ну это это ненормально и самое главное тоже запомните что все что сейчас происходит никто там не ваш сосед не мама не папа никто не виноват виноват один человек и это лукашенко его система система очень тоже устроена страшного не упоминать его имя потому что ну как бы не но уже гриша лукашенко и человек зато экране так было ну да в принципе да 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 поэтому до виноват он его система его подопечные крыски и подопытные которые там будут делать вообще все что угодно для того чтобы получить бесплатную квартиру кстати да вы знаете ребята что тебе платные квартиры потом вас заберутся да поэтому ну как бы вы сильно губу то не раскатываете вот ремонт вам лучше наверно там не делать мама не мети полы квартира больше не наша да поэтому это такое предупреждение маленькой смотрим я знаю что ты не собираешься останавливаться и я точно знаю мы перед интервью здесь говорили ты обмолвилась о том что ты собираешься еще один проект открывать да я планирую да вот уже вот прямо на стадии рождения youtube канал который на котором будут сводки по покемонам по плохим людям где я смогу больше как-то сказать давать оценку тому или иному покемона они говорят о том что они меня там не читают да нам на дианон все равно при этом как бы каждый раз у них все подгорает и подгорает ну тогда надо из всех щелей это делать видео тик ток скоро я в тик ток приду к вам отовсюду то есть заряжена конкретно да да не устала тебе не тяжело не угрожают ну то есть нет давления но это же слушай будем говорить объективно я не сексист но ты девушка человек но все-таки все женщины они нежные там в общем-то но пускай меня женщины не не ругают но в общем-то в любом случае это сложно тем более неподготовленному человеку да то есть ни с того ни сего сидела в америке пила кофе и тут бах такой будем карать или бомбить надо дать должное ну как бы надо тоже еще сказать о том что ну как бы я не просто так типа в 2020 как все я против нет я была всегда против и у меня были проблемы в школе и в университете там как вступить в брсм и так далее да да и у меня были проблемы из когда я делала помогала делать неволе вот а по поводу того что сложно да сложно но я наверное хочу отметить очень важно что я хожу к психотерапевту до этого я занималась психологом каждую неделю иногда по два раза в неделю сейчас я занимаюсь психотерапевтом оффлайн это очень важно в психологическом состоянии вообще в принципе в поддержании твоего психологического состояния на хорошем уровне то есть нужно объяснить людям которые будут смотреть это не психиатр это психотерапевт и в цивилизованных странах это развитая практика когда люди ходят за помощью к специалистам которые даже не помогают а просто правильно настраивают человеческий внутренний мир да это очень важно это очень важно сказать вам всем кто сейчас посмотрит потому что в нашей стране и вообще я думаю что во всех странах постсоветского пространства снг нету этой культуры нету культуры того что если тебе как-то плохо психологически значит ты ты близок к какому-то какой-то болезни но у нас так ты зашел психиатру и тебя сразу поставили на учет за да завтра отобрали у тебя права а послезавтра у тебя отобрали квартиру и отправили в да это абсолютно неправильно так не должно быть но я хочу заметить что сейчас есть очень много проектов которые помогают белорусам которые я уверена что есть очень людей которые сейчас в таком состоянии смятения потому что мы вроде боремся но как будто бы ничего не происходит тут самое главное что как будто бы потому что не все то что происходит она видно глазу то есть это не обязательно там ну да упал разрушился режим взорвался там дворец независимости мы идем к победе и я прям уверена мы маленькими шагами идем к победе я всегда говорю о том что то что строилась 26 лет невозможно разрушить там за год за 2 и даже после ухода диктатора нам еще понадобятся годы чтобы восстановить нашу страну может быть даже и десятки да поэтому очень важно обращаться к специалистам которые смогут помочь которые смогут объяснить что то состояние которое в условиях которых мы сейчас находимся это нормально и что это не всегда там у тебя что-то с головой или там вот как ты поехавший да нет нет это это реакция организма ему надо помогать организм это твое как бы тело это то с чем ты будешь жить всю жизнь и его надо держать на его надо поддерживать здоровым сужену сразу видно что ты была до несколько несколько уроков точно у тебя уже давно идет терапия ну то есть это уже больше как поддерживающие потому что тебя это заряжает до меня это заряжает у меня я успокаиваюсь то есть потому что я очень такая на самом деле взрывная у меня очень много эмоций всегда но вот после терапии я как бы вот прям успокаиваюсь прям насколько конфиденциально то что ты говоришь человеку оффлайн насколько ты можешь довериться полностью конфиденциальная информация да то есть это я как бы опять же так для себя подумал нет в нашей стране в нашей стране да как бы опять же ты приходишь к психиатру или там школьные психологи тебя в любом случае отмечают что-то отмечают в европейских странах вообще в принципе во всех цивилизованных странах то что происходит между тобой и доктором это всегда остается конфиденциально то есть неважно ты там приходишь на операцию вот у меня например была операция в америке и я писала кому можно распространять мои данные то есть кому можно ты жила в америке или живешь я жила в америке и наверное скоро обратно перееду жить потому что ну расскажи как она загнивающее живет тяжело жить нет ну не в смысле как везде это делает ты делала операцию сколько денег у меня была хорошая страховка поэтому это очень дешево нет не бесплатно врет ну как много денег нет нет ну как бы сама страховка там там система страховка беларуси делают только в беларуси бесплатную медицину везде она очень платно поэтому сейчас я тебе переспрошу скажи на камеру что я очень много денег отдала и хочу в беларусь ну примерно так но на самом деле это было такой шутка юма да у меня как бы была хорошая страховка она она безусловно была дорогая но при этом как бы сами процедуры они стоили бесплатные ну не бесплатно они небольшую сумму и если сложить там все за что я заплатила за операцию конкретно и я там у меня еще я лежала день в больнице в америке 600 долларов наверное 600 700 долларов но при их заработных платах это небольшие у каждого разные разные доста доход достаток ну да доход и поэтому ну я в америке работала на разных работах я мыла поп и собакам поэтому но это нормально это абсолютно нормально работать как бы работать суши нормально работать эта дома не стыдно не важно кем ты будешь работаю ну чтобы платили за эту работу главное чтобы платили И главное, чтобы ты понимал, что, ну, вот, если у тебя сейчас плохая работа, и ты думаешь, что она плохая, думай о том, что это временно. Но при этом все равно не заканчивай работу никогда. То есть для меня это очень... Ну, в любом случае, конечно, нужно стремиться. Скажи мне, насколько много данных у вас в руках? Все. Вообще все? Все по Беларуси, я думаю. Ну, да. Да. Ну, это серьезные данные. Это серьезные. Ну, я очень благодарна киберпартизанам. Они делают невероятно тяжелую просто... Слушай, ну, они вообще красавцы. Они организовали это интервью за сутки. Да, да. Да, слушай, взяли просто, вот просто взяли и притянули сюда. Мы не успели познакомиться. Киберпартизанам огромный привет. Да, киберпартизаны, они такие. То есть они всегда помогают. Я недавно как раз таки... Ну, мы с ними общаемся не только по работе. То есть про личное мы не то чтобы много рассказываем, но недавно я все-таки поняла, что я не задавала вопроса, почему они все-таки это делают. То есть это такой вопрос, который волнует. Да, как бы почему. Потому что то, что происходило в августе 2020 года, это просто что-то... У меня недавно был такой прям, не знаю, как будто бы ушат на голову вылили, ушат чего-то очень холодного, непонятного. И я просто сидела, и я не понимала, это действительно происходило. То есть у меня как будто бы все... Освежилось в памяти, да? Да, да, да. То есть неужели действительно вот эта жестокость происходила? Неужели реально людей так убили, насиловали? Да, это было. К сожалению, человеческая память такая, что она постепенно уходит. И вот эта вот боль, которая была вот в первые дни, она уходит. Но нельзя забывать, что это было. Вот, да, и мне, наверное, сейчас немножко обидно, что вот люди как будто бы начинают забывать о том, что вот происходило вот такое. Ни в коем случае нельзя забывать. Обязательно все должны предстать перед законом. Обязательно просто должны ответить за все свои поступки и даже за молчаливое согласие, которое... Мне очень нравится этот сарказм, когда кто-то пишет, ой, да вот вы выложили, это мой там сестра, сват, брата. Но он вообще очень хороший человек. И он вообще как бы там остается, потому что он не может уйти с контракта. И я такая, серьезно. Ну да. Серьезно. Они поодиночке, возможно, каждый из них в своей семье очень хорошие люди. Но, знаешь, вот этот, как его, потрошитель, убийца. Нет-нет-нет, в России был. Как это? Чикатило. Его, кстати, мама говорила, что он очень хороший человек. Кстати, на работе его хвалили и говорили, что он добросовестный. Да-да, Гитлер тоже. Он был и вегетарианцем, и с примерным семьянином, но при этом... Слушай, ну вы, получается, грубо говоря, создали такое место, где будут все опубликованы, опубликованы, я так понимаю, все будут опубликованы данные, те, кто не ушел, либо те, кто участвовал в карательной системе, которая происходила в Беларуси. Это будет служить для каких-то судов? Документации как-то вот... Да, я думаю, что... Ну, я не думаю, я уверена, что в дальнейшем мы соберем все. Когда последний каратель будет опубликован? Ну, я не думаю, что это произойдет очень скоро. Не потому что их становится меньше, а потому что они набирают новых постоянно. И эти новые, они самые, как бы... Умные. Да, ну, понятно, да. Ряды вещают, да. Вы понимаете, что они набирают. Вот. И каждый раз кто-то приходит новый, соответственно, есть еще больше информации для публикаций. Вот. И в дальнейшем, ну, в моем видении, да, мы собираем все эти данные, передаем, как бы, в независимые суды. Кого-нибудь шантажировали? Мы? Ну, конечно. Нет. Почему? А зачем? Их жизнь шантажирует, их жизнь, как бы, наказывает. Уже на данный момент. Ну, как бы, а я что? Не, ну, не пробовали предложить там, чувак, я могу тебя не выставлять, или, допустим... Нет, я... У меня принцип... Мне писали в комментариях, почему нет телефонных разговоров диктатора. Они есть? Наверное, надо поговорить с киберпартизанами. С кем сотрудничаете? Как проходит работа? В каком направлении движетесь? Я хочу понимать, где вы... Ну, в принципе, мы в хороших отношениях, как бы, ну, вот, с киберами мы в хороших, тесных отношениях. С байполом мы в хороших, тесных отношениях. В принципе, с остальными каналами, которые сейчас на пространстве. Я видел, насколько я помню, твое интервью с Яном. Да. Да, это было первое? Да, это было первое. Первое интервью. А это? Второе. Это второе, Ян. Второе интервью. Как тебе популярность? Да, какая популярность? Не, ну, правда, но люди увидели, что сказали, какой отзыв. Я очень рада тому, что люди сказали... Многие писали о том, что их вдохновило это. И я очень рада этому, потому что я с вами, я до конца. Я от этого не отступлюсь. Если это кому-то помогает, если даже для одного человека это было полезно, я супер рада этому. Поэтому, ну, вроде было полезно. Вроде было... Смотри, я упустил один момент. Ты говорила, что были ошибки, но не на твоем проекте. Нет, на моем тоже проекте были. И мы опубликовали... Раньше мы больше опубликовали извинения, когда эти ошибки были. Но больше в самом начале. Какого рода они были, ошибки? То есть это каратель, который уволился, или этот каратель как-то? Один раз было... Мы опубликовали адрес, и пишет женщина, а почему это вообще-то мой адрес здесь находится? Я говорю, ну, знаете, вот по этому адресу как бы недвижимость находится у этого человека, у карателя. Да, но вообще-то я здесь проживаю. Я говорю, такая... Вы проживаете... Вы снимаете квартиру? Ну да, но я же здесь живу. Я говорю, такая квартира кому принадлежит. Ну да, ему. Но почему вообще-то вы мой адрес публикуете? Я такая, понятно, ясно. До свидания, да. Вполне возможно, это жена просто писала, на которую, да. Бывало такое, что номера телефонов не те опубликовали. Было такое один или два раза, что полных тезок опубликовали. Ну, то есть, такое тоже реально случается. Сейчас этого уже как бы нету, потому что большой объем информации. Все данные на руках. Все данные на руках, поэтому сейчас уже как бы гораздо меньше этих ошибок. Но опять же, есть... Было, наверное, недавно, когда мы кого-то опубликовали, а оказалось, этот человек там уволился полгода назад. Ну, это неизбежно, скажем так, пишите просто, что так и так. Окей. Киберпартизаны продолжают ломать систему? Я думаю, что да. Я как бы киберпартизан в душе, и они меня, ну, как бы, маленький киберпартизан. Не пыталась включиться в работу? У меня есть своя работа. То есть, как бы, тут, наверное, немножко... Я могу им помогать с чем-то, с чем они меня просят, но конкретно делать какие-то компьютерные вещи. Я не компьютерный гений, я просто девочка. Я не хочу сейчас звучать по-сексиски. Я просто девочка, которая дианоним мусоров. Угрожали? Да, угрожали. Угрожали. Ну, на самом деле, когда мне угрожали, мне все равно, как бы, что они мне угрожали. Меня пугало только, что моя мама находилась в Беларуси, когда вот был... Сейчас Виня. Нет, сейчас она не в Беларуси, она сейчас в безопасности, и очень все хорошо. Она очень рада, что, как бы, получилось уехать, потому что, ну... Ну, понятное дело, да. Но были какие-то попытки реальные? Я думала, нет. Ну, маму запугивали, предупреждали. Маме тоже писали, но я, как бы, маму проинструктировала, что, как бы, с такими надо делать, просто надо заблокировать. Игнор. Да, полный игнор. Меня интересует вопрос, насколько много пишут тебе беларусы, и что конкретно пишут? Ну, то есть, какой посыл? Мне много пишут беларусов? Много пишут беларусов. Особенно в Бот, но в связи с Ютубом много присылают информации, много обращаются. Я понимаю посыл, тот посыл, который мне шлют беларусы. Он, в общем-то, в принципе, один. Он меняется время от времени. Какой у тебя посыл? То есть, что ты чувствуешь, когда... Поддержку. Поддержка, да. Это постоянно поддержка. Поддержка во всем о том, что я делаю. Спасибо вам большое за все слова, которые там вы говорили на интервью. Спасибо за то, что продолжаете это делать. Да, это поддержка. Ну, безусловно, бывают какие-то люди, которые там пишут какие-то гадости, но... Это нормально. Да, да. Ну, то есть, я на это смотрю как... Это ваши персонажи с канала? Да, да, да. Скорее всего, так и есть. Ну, или их жены, например, или там... Не знаю. Да, ну, безусловно, то есть, я как бы... Мне кажется, что 97% это как раз-таки поддержка. Не планируете ли вы расширяться в плане информации? Я знаю точно, что у Киберпартизан есть много информации. Машины, дома. На Карателях Беларуси это... Мы публикуем всю недвижимость, которая есть на человеке. Мы публикуем все машины. Родственников? Я за это. Я за то, чтобы, как бы... Понятное дело, что родственников не выбирают. Но жены-то выбирают, на ком жениться. Жены выбирают, с кем оставаться. Ну, мне кажется, будет хорошее давление, когда по линии жены придет Дианон, жена придет к мужу. Я думаю над этим. Я думаю над этим. То есть, есть мысль об этом. Да, есть мысль по поводу этого, потому что, ну... Слушай, ну, пускай Каратели напишут кто-нибудь из Карателей, вот как они смотрят на данную ситуацию в комментариях. Ну, почему нет? Ну, пускай напишут или плюсик, или минусик, и скажут, что Артем, это плохая идея, я с этим не согласен. А так они тебе напишут, это вообще, в принципе, плохая идея публиковать адреса. Это не работает, это не работает, они будут говорить, но как бы мы все знаем. Но знаем, что был же опыт, да, других стран, где Дианон или потом это работало. Насколько я знаю, в таком конкретно объеме... Нет, ну, в таком, конечно, нет, но вообще было. Ну, вообще было, да, то есть где-то было такое. В Украине, насколько я знаю, что было... Как она называлась? В Украине? Вот эта база, которая... Нет, нет, нет. Миротворец? Миротворец. А вы нашли тех, кто работал, кто был в Украине? Вот этих вот ОМОНовцев, которые сейчас в Беларуси? Мы в... Ну, то есть мы... Ищите? Да, да, да. Когда опубликуете, затем напишите мне. Да, хорошо. Все, огромное тебе спасибо за то, что ты приехала к нам в гости, в нашу знаменитую библиотеку. Вам спасибо, что пригласили. Спасибо киберпартизанам. Привет, привет, привет. Вам всем. Киберпартизанам, огромное спасибо за интервью. Ссылочка на вас также оставлю в описании. Кстати, вы в курсе, что там крутая ссылка? Необычная? Да. Знаешь? Да, да. Знаешь ее? Да, да. Так что перейдите, пока.